Киев, между тем, отчаянно пытается решить проблему с комплектованием личного состава в Донбассе. В ход идут любые возможные методы, от принудительной мобилизации до вербовки наемников, в том числе, как выяснилось, в соседней Белоруссии. Набирают среди весьма специфического контингента. Как выяснил наш корреспондент Алексей Кручинин, берут даже душевно больных и бывших уголовников. О том, что белорусские националисты воюют в Донбассе в рядах правого сектора и наемнических батальонов, известно давно. Еще прошлым летом в интернете появились обращения от боевиков так называемого отряда «Погоня». Накануне белорусское телевидение сообщило, что спецслужбы страны раскрыли новый канал вербовки наемников на юго-восток Украины. Сегодня эту информацию подтвердил и пресс-секретарь Госпогранкомитета Белоруссии Александр Тищенко. Следователи эксклюзивно сообщают лишь немногое. Организатор канала – украинский националист с позывным «Тарас». Вербовка ведется в среде молодых радикалов, включая душевно больных, безработных и бывших уголовников, а также в фанатском сообществе и малоизвестных профашистских группировках. Сопровождение вербовки пропагандой обеспечивает, например, зарегистрированный в Чехии «Молодой фронт» при пособничестве ряда интернет-изданий. Эдуард Лобов, один из лидеров радикальной организации белорусских националистов «Молодой фронт», еще недавно отбывал на родине срок за хулиганство. Теперь, как он сам утверждает, добровольцем отправился в Донбасс, воевать на стороне украинских подразделений. Я Эдуард Лобов, сопредседатель Молодого фронта, бывший подзаключенный, приехал на Украину, помочь братьскому народу в войне с общим врагом, москалями. Кроме радикалов-белорусов, откровенничает дальше Лобов, он встретил в Донбассе еще многих солдат удачи из разных стран. Представитель ДНР Эдуард Басурин сегодня рассказал, что разведка ополчения заметила в Старогнатовке группу темнокожих боевиков. Судя по всему, в Донбассе сейчас любые наемники на вес золота. Тем более, что украинские граждане воевать на юго-востоке явно не хотят. Шестая волна мобилизации фактически провалилась. Особенно плачевны дела на западе страны. В Закарпатье и Ивано-Франковской областях набрали только четверть призывников. На этом фоне повестки там стали вручать даже тем, у кого по двое-трое детей или явные проблемы со здоровьем. Я подошел к главе военкомата и он спросил меня, служить готов? А я не готов. Я свои два года уже отслужил. А он, ну а теперь пойдешь. А я не могу, говорю, я инвалид. А он говорит, пойдешь у меня, будешь в пограничном отряде. Во Львовской области для выполнения плана пытались привлечь ГАИ. Уклонистов искали среди водителей. В Киеве же вместо вручения официальных повесток используют уловку, которую жители столицы назвали письмами счастья. В таких письмах угрозы об уголовном преследовании уклонистов и требование немедленно явиться в военкомат. Военкомы признают, из-за недобора эти уведомления рассылают всем подряд, в надежде, что хоть кто-то придет. Среди тех, кто уже служит, все больше людей, которым в армии нельзя находиться в принципе по состоянию здоровья. И об этом открыто говорят представители украинских силовых структур. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что призывают даже больных с открытой формой туберкулеза и эпилепсии. А виноваты в этом якобы военкомы и врачи. Тем временем профессиональные кадры, по данным той же военной прокуратуры Украины, массово переходят на сторону ополчения. У нас есть полные списки, собираются доказательства в отношении тех 5000 правоохранителей, военнослужащих более 3000, которые перешли на сторону врага. И потому еще раз хочу сказать, для всех предателей будут привлечены к ответственности. Всех силовиков, которые предпочли сторону ДНР и ЛНР, на Украине обещают судить. Но когда и как не добавляют. Алексей Крущинин и Сергей Понасюк, Первый канал.